Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я с таким маленьким традиционным презервативчиком. Ну, забыли петь ли, ну, бывает, но зато будет всё равно хороший, чистый русский звук. В гостях, как обычно, очередной интересный гость, и как обычно, познакомились мы с ним, в общем-то, посредством определённой части моего творчества, поскольку он, так получилось, часть его потреблял в интернете, плюс так случилось, что он как раз является приятелем другого гостя моего канала, с которым тоже тут выйдет или уже вышло интервью, я не знаю, когда я это буду выкладывать, Стёпа Казаряна. Хочу представить вам, Роман Кантор, один из, можно говорить слово «модных» или это и… Актуальных. Актуальных, да. Один из актуальных сценаристов. И вот чтобы прямо с места в карьеру перечислили свои, так сказать, работы, регалии и так далее. Ну, у меня из известных каких-то вещей, которые люди могут знать, я со-сценарист фильма «Хороший мальчик», такой есть фильм. Я работал над каким-то количеством фильмов в составе авторской группы, ну, и среди них там есть вещи, которые с разной степенью, как бы, репутацией, успеха «Ёлки-5» даже у меня есть, в моей фильмографии. Вот, чем я, на самом деле, не сильно стыжусь, потому что, в общем, я получил много интересного опыта в работе, о котором мы можем сейчас обсуждать. Но из таких проектов, которые действительно были самостоятельные и более-менее известные, есть такой сериал «Мёртвое озеро» на тенте премьер, это вот мой проект сценарный. А сейчас выходит буквально, я не знаю, опять же, скорее всего, это уже вышло 14 ноября, сериал «Эпидемия», тоже на тенте премьер, это очень большой проект, который я делал несколько лет. И зимой выйдет фильм «Серебные коньки», который вот трейлер уже есть в сети, можете посмотреть, это тоже, мне кажется, достаточно большое кино будет и заметное. Да, я вам даже экскурсию водил по Петербургу. Да, да, Паша как раз нас знакомил, он попал в самый зачаток этой истории вместе с продюсером, мы тогда приезжали в Петербург, и Паша нас водил по местам будущих съёмок. Значит, вопрос такой, есть такая, знаешь, поговорка, типа там сценарист получается 5 рублей, там, я не знаю, режиссёра 50, продюсера 500, вот, насколько это правда? Ты имеешь в виду пропорции? Ну, я, не, не, ну, конечно, я… Диалоги, цен, ценовую, нет, здесь важно за другого начать, момент, мне кажется, то есть вообще было бы неплохо, если какая-то высшая цель у нас есть от этого разговора, что чуть-чуть развеять какие-нибудь мифы, а может быть какие-то подтвердить. Давай, 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 давай. Потому что я смотрю, вот, так как я, как ты сказал, активный потребитель твоего, и не только твоего контента, и там, всё, что с историческими вещами связано и так далее, то видно, что у людей очень большой есть интерес кино и то, как оно делается, но при этом оно, как правило, останавливается где-то вот на уровне, там, значит, обзоров Бэткомедина, и они рассуждают по поводу индустрии, исходя вот из, ну, из такой логики. Ничего не имею против Бэткомедина, наоборот даже, в общем-то, я поклонник, я ему даже деньги перечислял в начале его карьеры за его ролики. Но всё-таки реальность, как обычно, немножко другая и часто интереснее, чем принято думать. Вот, что касается денег, ну, смотри, это такая одна из тех профессий, где размах очень большой, в смысле, вилка очень большая между заработками людей, поэтому какой-нибудь топовый сценарист получает больше, например, чем средний режиссёр, к примеру. Вот, а, ну, понятно, что топовые режиссёры получают, конечно, больше, чем, то есть, это надо очень сильно постараться, чтобы, значит, войти в эту категорию. Но вот самый большой миф, на самом деле, это по поводу продюсеров. Продюсеры, они получают другой тип вообще гонорара, то есть, режиссёр и сценарист получают гонорар, то есть, ты пишешь или снимаешь и получаешь эти деньги. Ну, да, фикс, ты договоришься, и потом кусками, если получаешь их целиком, потому что тебя могут уволить, то в какой-то момент ты не получишь весь гонорар, но в целом у тебя оговорённая сумма, и ты её получаешь. В случае с продюсером, он, как правило, на самом деле, получает или не получит эти деньги по итогу, то есть, а этот итог может наступить или не наступить, в общем, и поэтому я тут хотел бы просто в защиту продюсеров, потому что я сейчас сам ещё немножко продюсер, поэтому я сейчас немножко увидел это и с другой стороны баррикад. Огромное количество продюсеров вообще-то разоряется, как бы, и, например, режиссёр или сценарист, не попадёт в такую ситуацию, то есть, он не попадёт на бабки, то есть, ему могут не заплатить, но он никому должен, не останется. А с продюсером, реально, я знаю, вот у меня лично мой там друг-продюсер, который вроде как там успешно, там человек ездит на хорошей машине, живёт в хорошей квартире, но были у него моменты в жизни, когда ему надо было закладывать и хорошую машину, и хорошую квартиру, и, в общем, там могло вообще выйти всё очень жёстко. И, конечно же, у нас есть люди всё ещё, которые, и вот этот весь миф, он сложился вокруг того, что, ну, что пилят бюджеты, да, продюсеры пилят бюджеты. Я не говорю, что этого нет, но на самом деле сейчас, последние годы, этого всё меньше и меньше. Просто по техническим, в том числе, причинам, это стало просто сложнее делать, потому что появилась некая система, и некая отчётность, и некая, как бы, схема, по которой тебе довольно сложно взять и прям вот вывести деньги из проекта. Раньше, в 90-х и в 2000-х, это было гораздо проще сделать, и действительно очень многие этим занимались. То есть они зарабатывали на производстве фильмов, а не на их прокате. Но тогда и проката-то особого не было, поэтому, в общем, и в реальности, если люди бы знали, кто на чём зарабатывал, то выяснится, что, на самом деле, на их любимых фильмах распиливали гораздо больше денег, чем на них и нелюбимых, например, фильмах. То есть, и что какие-нибудь, например, отхаузные, так называемые у нас режиссёры, ну, режиссёры, как правило, к этому не имеют, конечно, никакого отношения, а вот продюсеры имеют, и на многих замечательных фильмах наших было распилено немало денег, как бы, ну, лет, скажем, 15 назад. И многие продюсеры, как бы, сколотили себе определённый достаток с помощью наших выдающихся кинематографистов. Вот, но, как я ещё говорю, что сейчас, ну, этой ситуации, насколько я знаю, насколько я вижу, её всё меньше и меньше становится. Продюсеры. Их остаётся всё меньше и меньше. Давайте же защитим их, давайте объединимся в защиту продюсеров, друзья мои. Хорошо. Значит, тогда такой вопрос. Кризис сценарный, кризис жанра и так далее, он присутствует, если, да, ну, такой, типа, знаешь, я такой никогда ничего не смотрел, такой, в чём он выражается, да, и, соответственно, как вообще возможно его побороть и так далее. Ты имеешь в виду именно про сценарий сейчас? Я уже, мы переходим к сценариям, да. Ну, вот такой замечательный сценарист есть, российский Юрий Арабов, классик нашего кино, и советского, и нового, значит, он сказал, что, в принципе, вот когда говорят про кризис в кино или в сценариях, то есть он всегда в кисти, он говорит, я сколько лет помню, в 60-х был кризис, то есть 70-х, 80-х, 90-х, то есть не было периода, где, говорит, не было бы кризиса. Это нормально, видимо, это нормальное состояние искусства вообще, быть постоянно в кризисе, в общем, вот, то есть нету периода, только лет, там, 40 спустя люди говорят, а, это на самом деле был золотой век, как бы, в моменте никто этого никогда не понимает и, мне кажется, не видит. Более того, есть же ещё вот такой вопрос о том, что, знаешь, когда говорят, а почему вот у нас не снимают, как советское, такие вот шедевры были, знаешь, и на это хочу сказать, что, с одной стороны, я, кстати, очень люблю советский кино, вообще, честно говоря, им очень вдохновляюсь и всячески использую в своей работе во многом, но просто тут надо понимать две вещи, что по процентам отношения, просто все забыли все говёные советские фильмы, которые выходили в то время, понимаешь, то есть пропорции, как бы, они приблизительные, в общем, близкие. Я даже не удивлюсь, если чисто математически почитать, я выясню, что сейчас даже лучше эта пропорция. Просто была система определённая, отлаженная, и она худо-бедно, она работала, она, правда, была, в общем, как всё, там, в социалистическом государстве распланирована, там, есть замечательная сцена, я, помню, читал про то, как такой Шумятский был лидер, ну, то есть такой глава Госкино в сталинские времена, и он пришёл, встретился с кинематографистами, там, Юткевич, Сидинштейн, значит, и он говорит, так, тарачки, кинематографисты, а он до этого заведовал этими железными дорогами, вот, то есть его перекинули на кино, ну, как настоящего большевика, значит, он пришёл и говорит, так, сколько вам денег нужно, и они поняли, что сейчас вот решается всё, сколько они будут получать, он говорит, сколько вам на книжке нужно, они так поняли, ну, столько-то, хорошо, записали, знаете, сколько вам нужно, там, в санаторий нужен, нужен, в общем, так потом 50 лет и существовало русское кино по вот этим вот, значит, записанным Шумятским, это, вот, но про кризис, смотри, сейчас, на самом деле, я парадоксально, может, вещь скажу, мне кажется, сейчас самое классное время вообще для сценаристов и вообще приходить в профессию и так далее, сейчас появилась всё-таки, на мой взгляд, худо-бедная индустрия, появились какие-то понятные, внятные правила игры, какая-то даже этика уже работы и так далее, да, но она формируется, она просто ещё, я занимаюсь этим уже, так, профессионально 11 лет, и я прям видел, как она на глазах формируется, эволюционировалась, да, и это такая геометрическая прогрессия немножко происходит, потому что, ну, я приведу пример, вот сейчас вот мои сериалы выходит на платформе, там, премьер, это интернет-платформа, да, которая, это не канал, то есть это то, что можно купить по подписке, 129 рублей стоимость вообще плохого кофе, вот, и, значит, и ты можешь смотреть довольно уникальный контент, который, в общем-то, там, например, не запикивается, то есть не подчиняется каким-то цензурным правилам телевидения и так далее, и это появилось, и сейчас таких платформ много, то есть, может быть, я не знаю, все знают или не знают, но есть там старт, премьер, там, ну, и Иви, оно есть, но оно сейчас начинает тоже свой оригинальный контент делает, сейчас МТС сказал, что будет свое делать, в общем, это прям стала большая игра сейчас. И получается, что, соответственно, для всего, для этого может быть огромное количество контента, а, соответственно, будут востребованы специалисты всей индустрии. Слушайте, друзья мои, так у меня к вам предложение, хватит срать в комментариях, пишите сценарии, вы просто мало того, что вы денег заработаете, вы еще и всем хорошо сделаете, у вас же, ну, у некоторых, я совершенно точно знаю, такие способности гениальные, я абсолютно в этом уверен, и даже после этого ролика, я уверен, будут несколько потенциальных сценаристов там внизу. Понятно, то есть, я, в принципе, здесь, да, тебя поддержу, но если мы берем, ну, есть же некая такая классическая драматургическая схема, да, там антагонист-протагонист, бла-бла-бла, там поворотные моменты, ну, то есть, вот эта вся классика жанра, по которой там слеплено, я не знаю, там, сколько, ну, блин, 90% голливудских фильмов, да, и вот, например, вот эта схема, она иногда, вот ты смотришь кино, и ты просто видишь уже, что просто берут вот там, вот этот момент мы взяли из того фильма, этот момент мы взяли из того фильма, и вот прямо вот как бы, и как-то тебе уже перестает быть интересно. Есть ли какие-то новые схемы, или нужно продолжать эту схему дорабатывать, разрабатывать и так далее? Ну, то есть, это такой, знаешь, вопрос лоха, да, то есть, ты-то, понятно, в этом все варишься, а вот люди, которые не понимают, и они, но при этом они понимают, что вот есть сценарии, которые огонь, а есть что-то... Ну, смотри, ты тут прям пять вопросов задал в одном, как обычно, нет, понимаешь, в чем дело? Во-первых, давай начнем, опять же, немножко раньше, то есть, вообще, люди смотрят, оценивают сценарий по снятому фильму, да, но на самом деле так нельзя оценивать сценарий, потому что все говорят, вот сценарий говно, они не знают, что на самом деле эту сцену, значит, забраковали, этот дождь пошел, вообще не сняли, и поэтому они говорят, как же у вас тут не сходится с концами, вы не считали сценарий, в сценарии все, например, сходилось, и потом по ряду причин, самых разных, это потом не сложилось, развалилось и так далее, и в этом смысле сложно вообще, в принципе, оценивать сценарий иногда по готовому... Иногда, знаешь, бывает, я видел истории своими глазами, когда один и тот же сценарий, вот у меня даже была такая история, то есть один и тот же сценарий, взяли там сцену, два разных режиссера экранизировали, в одном случае это было полное говнище, и все люди хватались за говно, говорят, это вообще нельзя, потом все говорят, гениально, ни буквы не поменялось, понимаешь, то есть это вопрос кастинга, актеров, постановки задач, операторы, режиссеры и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому мы склонны все немножко расставлять себе по... Еще другой пример приведу, например, значит, вот сел Чернобыль, я знаю, он там был для всех такой лакмусовой бумажкой, это красная тряпка, значит, как хочешь относись. В общем, смысл в том, что это, тем не менее, заметное большое произведение было сделано, и потом все-таки удивлялись, так, это, значит, сценарист написал, который писал «Мальчишник в Вегасе», и у него, и у всех немножко схема в голове сломалась, они говорят, как, ведь если человек пишет комедии про поржать, значит, он не может, в принципе, не в состоянии написать ничего серьезного, и тут они выяснили то, что многие люди давно уже знали, как бы, между собой, что на самом деле нет никакого этого разделения, это просто скорее зрительское восприятие, в котором удобно поместить кого-то на всю жизнь в одну ящичек, а потом не перекладывать его в другой ящичек, потому что все, как бы, делится на определенные ящички, как бы. Это режиссер, значит, Звягинцев, значит, это вот это, а этот режиссер, вот. И поэтому, на самом деле, в реальности, например, сценарист комедии с большей вероятностью может написать хорошую драму, чем наоборот, например. То есть, условно говоря, представьте себе... Да, хорошую комедию очень сложно написать. Но принято считать иначе. Принято комедию считать низким жанром, это высоким, но я вас уверяю, что, например, там, я бы, конечно, с удовольствием хотел поставить на комедию Звягинцева, но... Молодежную. То есть, за это, в принципе, не жалко денег Минкульта, мне кажется, в принципе, что вы просто увидите это, типа, знаешь, там, как это, там, бабушка 3, бабушка лёгкого поведения 3 Звягинцев, а вот, но, ну, как бы, тут, понимаешь, у каждого свои, всё-таки, конечно, свои, свои сильные, слабые стройки, но я тебе говорю, это по поводу схемы, что, на самом деле, как бы схемы в реальности немного не существует. Есть интересно, неинтересно, при этом работает, не работает, жанр, не жанр, понимаешь, то есть, типа, вот, когда ты снимаешь, знаешь, где нет схемы? Вот в авторском кино нет схемы. Ну, понятно. И когда ты снимаешь авторское кино, ты не знаешь, как его оценивать, на самом деле. Мы не говорим про авторское кино, ну, серьёзно, ну, потому что авторское кино, оно авторское кино, я был изнасилован авторским кино в течение многих лет. У нас есть группа поддержки, где меня зовут Паша, я был изнасилован авторским кино в детстве. Да, вот, как раз вот недавно водил экскурсию вокруг кинотеатра «Спартак», где был один из культовых, как раз, очагов, где можно было это авторское кино посмотреть, всех от Бертолучи до Триера и всех этих людей. Ну, я понимаю, да, но я, честно говоря, догму там не всю воспринял, если честно, да. Нет, что-то мне нравилось, на самом деле, вот, но я просто потребил его в таком количестве, что потом, когда я начал учить английский язык, и вдруг стал смотреть там классические, нуарные, а потом неонуарные картины голливудские, я вдруг понял, что, ёк-поксю, а это же тоже круто, вот, я не знаю, можете закидать меня помидорами, но вот один из «Бэтменов», снятый Ноланом, это просто гениальный фильм, он, именно с точки зрения сценария. Ну, конечно, да не, ну, Нолан-то вообще самый мощный автор, на мой взгляд, сейчас, просто, ну, коммерческое кино оценивается коммерческим успехом, как правило, вот, и с точки зрения Нолана, на самом деле, какой бы он фильм ни снимал, у него пока не было, по-моему, ни одного, который не принёс кучу денег. Я говорю, вот, серьёзно, возьми его фильмографию, каждый фильм заработал в два-три раза, иногда в пять-десять раз больше, чем бюджет. И это поразительно, это работает, это, знаешь, такой капиталистический принцип, который, в общем-то, в его случае позволяет ему снимать, при этом, в принципе, совершенно своё кино, ни на что не похоже. То есть сейчас запустить оригинальный концепт, не основанный на комиксе, там, или о литературном источнике, ну, типа, начало, да, или вот данкерке, уже не говорю, с бюджетом, там, сто или двести миллионов долларов, и потом ещё и заработать на нём, ну, то есть это, на самом деле, ну, таких просто, ну, вот, Джеймс Кэмерон, вот ещё один представитель этого жанра, человек, который снимает все успешные фильмы, ну, то есть у него практически не бывает, ну, просто я не считаю, что «Терминатор» последний вообще, он имеет к нему отношение, я думаю, что это так чисто на уровне пиара, как бы, нас в реальности, я не думаю, что он там принимал какие-то решения, но, конечно, такие вот, для меня это, ребята, конечно, пример, ну, потому что это вещь какая-то объективная, понимаешь, для меня всегда очень важно, в чём, собственно, объективный показатель. Объективный показатель — это кино, ну, то есть если ты снимаешь комедию, смешно, не смешно, а если ты снимаешь хоррор, страшно, не страшно, понимаешь, когда ты снимаешь драму, как бы, непонятно, как бы, драматично, не драматично, ну, то есть, нет, я понимаю, что это я так утрированно говорю, Но если мы говорим просто про сценариста, это к чему подвожу, что если мы говорим про сценариста, то я всегда вот там, когда там с мастер-классами какие-то выступаю, на школах там или еще что-то, я им говорю, вы просто поймите для себя, кто вы такие вообще. Потому что это главный вопрос, который ты герою задаешь, типа, ты кто такой, ты что хочешь вообще, это главный вопрос, который сценарист должен своему герою задать. Но и себе он должен задать, ты вот, если бы ты был героем фильма, ты какого фильма был бы героем, в общем, в том смысле, что если ты пишешь большие фильмы, конечно, кино, ты приобретаешь какое-то имя, ты приобретаешь потом какую-то и власть над решениями художественными. А если, а кто, вот ты знаешь, что, например, у Звягинцева все фильмы, у него есть сценарист, у него даже есть имя, и он написал почти все его фильмы, но его никто не знает, что это здесь. Ну, я не знаю, потому что, если честно, я не очень сильно интересовался, как бы, вообще, в принципе, Турсом Звягинцевой. Я думаю, что если бы я интересовался, то для меня был открытием, что, оказывается, все эти, начиная от, господи, спасибо, что живой, да, там, турецких гамбитов и этих викингов и прочее, я думал, это продюсирует Энст, а, оказывается, это продюсирует там Максимов. Да, да, это такой человек, который называется всегда, да. Ты знаешь, как это я выяснил? Я знаю. Да, мне заказали экскурсию люди, да. Кстати, этот фильм, сегодня вышел трейлер, новый этого фильма, да. Ну, тоже, вот, это тоже был у меня такой опыт, что я вводил, вот сейчас про декабристов должен быть, надо посмотреть, что это трейлер. Все это спасение, да. Да, он был в диком ауте, узнав, что, оказывается, здание Сената и Сенода на тот момент еще не существовало в том виде, в котором оно сейчас присутствует по проекту Карла Ивановича Роси построенной. И только в конце выяснилось, что, оказывается, это продюсеры, которые там траля-ля-ля, вот, они такие шифровались. Поэтому, ну, конечно, много, но люди же, понимаешь, простой обыватель, он воспринимает картинку, картинку и, конечно, прежде всего, актера. То есть, вот это, как бы, главный ориентир для него. А вот уже там начать копать, а кто там, потом идет, на мой взгляд, да, потом идет уже режиссер, а уже только потом уже начинается там оператор, сценарист и так далее. Ну, в реальности, конечно, все по-другому выглядит, в том смысле, что, как этот процесс устроен. А, процесс как раз наобратно. Наобратно, да, все начинается со сценария, потом появляется оператор, там, последний, кто появляется. Не, ну, операторы-то вообще отдельно, это действительно люди великие, которые как раз недополучают часто внимание и признание, вот, но они часто-то как раз, ты понимаешь, в чем дело? Это вот вопрос, это тоже один из таких самых больших мифов, которые укоренены, и, видимо, с ним ничего не сделаешь. Что, ну, там есть какая-то честность в этом части, что режиссер, все стекается к режиссеру. То есть, условно говоря, фильм получился, все лавры режиссера, фильм не получился, все говно режиссера тоже, понимаешь? Поэтому, в принципе, все остальные цеха, как бы, в общем, играют в эту игру, потому что, ну, как бы, ты не получишь, если что. Потому что оператор всегда может сказать, да нет, я-то снимал, все это, Света я поставил, как бы, понимаешь? То есть, ну, то, что это так получилось, это уже не ко мне вопрос. Но, видишь, в чем прикол с режиссером, принято считать, что они знают, что они делают, как бы, да, вот. Но дело в том, что вот если ты оператор, ты не умеешь вообще, то есть, ты не знаешь, как там объектив сменить, ну, то есть, понятно, что у тебя есть команда, которая меняет, ты сам объектив не меняешь, но, условно говоря, если ты не знаешь, как это все делается, тебе сложно будет, блин, снять это все, да. Если ты художник, ты не знаешь, как построить декорацию, объяснить рабочему, как ее построить, тоже, ну, почти нереально. А если ты сценарист, сценарий сам себе не напишет, и главное, его все сразу оценивают. То есть, работа сценариста оценивается сразу, то есть, вот, она получилась, а работа режиссера оценивается только, когда он ее сделал уже, понимаешь? То есть, типа, уже когда фильм вышел, то есть, его берут немножко, как кота в мешке, никто же не знает, на самом деле, что произойдет, и потом работа оценивается уже по итогам, а не, вот. И в этом смысле режиссер — это удивительная профессия, без которой, в принципе, возможно, потому что, теоретически, я имею в виду, что ты придешь на солнечную площадку, и актеры сыграют что-то, оператор что-то снимет, монтажер что-то смонтирует, и фильм-то будет, как бы, даже если на нем не было режиссера. И многие у нас в фильме ровно так и выглядят, когда у них не было режиссера. Режиссер именно нужен для того, чтобы сделать хорошее кино, понимаешь? Чтобы все это было синхронизировано, пропустить всех этих людей через некий, свое видение, увлечь их общей целью, общим каким-то стилем, повествованием и так далее, заставить всех работать в унисон, как бы. Вот работа, на самом деле, режиссера. И, на самом деле, очень мало людей по-настоящему умеет... То есть режиссер должен быть и сценаристом немного, и немного оператором, и монтажером. — Монтажером. — И менеджером, и продюсером, и художником, и, в общем, он должен знать вообще все приблизительно. Все по чуть-чуть, а где-то и не по чуть-чуть, как бы, всю работу, вот, ну, в идеале, на мой взгляд. А в реальности у нас есть, ну, разные очень люди в этом смысле. Просто я тебе говорю, что со сценариями очень сложно спрятаться. То есть у тебя нету никого, у тебя нету никаких людей, у тебя есть бумага и слова на ней, и все. И все могут оценить слова на бумаге, как бы, да? То есть нету людей, которые говорят, ну, я не специалист, как бы, не могу оценить, как бы. Все могут, понимаешь, актеры могут оценить, все могут оценить сразу, причем, вот. Поэтому, я не знаю, на какой вопрос я отвечал. — Не важно, уже нормально, нормально. Никто не узнает именно тех людей, которые стояли за нашими камерами и сделали эту гениальную картинку, ну, ладно, мы их назовем в конце. Все-таки, если мы говорим про сценарий, критерии хорошего сценария, на твой взгляд? — Ну, критерии хорошего сценария — это сценарий, который готов к съемкам. — Для человека, который сидит по ту сторону, это, говорит, ну... — Сценарий, который ты можешь... Сценарий, который ты можешь снять. То есть, условно говоря, смотри, ты можешь написать какую-нибудь... Вот я сейчас возьму и напишу новый аватар. А мне я приду и скажу, вот, смотрите, новый аватар. Они говорят, да, сколько он стоит? 200 миллионов долларов? Ну, как бы, мы не... То есть, и то, что я такой написал сценарий, то есть, нет никакого конкурса отдельно не снятых сценариев, понимаешь? То есть, нет никакого, что написал, и тебе сверху упало, да, гениальный сценарий. Многие вот так думают, да? Что ты пишешь сценарий, и если он классный, то вот, собственно, ты сделал свою работу. В реальность, конечно, нет. То есть, ты должен сделать тот сценарий, ну, для меня лично, который произойдет. А чтобы он произошел, то есть, его снимут, его снимет хороший режиссер, действительно, хорошие актеры, он будет снят за адекватные деньги, он будет реализован. Большинство сценаристов просто даже не думают, они не понимают все эти процессы, как бы... То есть, на самом деле, когда ты пишешь сценарий, нужно учитывать, что вот, герои поехали в Париж, а на самом деле... Или там, знаешь, как люди пишут, они поехали на пятой странице в Париж, а на седьмой уже в Буэнос-Айрес, понимаешь? А на седьмой огромная сцена... Знаешь, как я читал какой-то сценарий, там был такой кадр, значит, мы летим над ночной Москвой, и мы видим... Это вот пример, как вот, не надо писать сценарий, мы видим миллионы людей, занимающихся сексом. Понимаешь? То есть, как ты это снимешь? То есть, режиссер в этот момент читает, или продюсер просто, ну, как бы, все, до свидания закрывает и, как бы, откладывает это все, потому что, может быть, это гениально... Ну, хотя бы 500 тысяч, но не миллион же. Как ты это снимешь? А во-вторых, сколько это будет стоить, как бы, да, то есть, и так далее. Или там, на первом кадре мы будем пылающую Москву, значит, Наполеон стоит, и потом кат, а фильм, на самом деле, про парня, который хотел потрахаться, как бы, понимаешь? Ну, мы бы чудо начали с Наполеона, как бы, да, там, типа, которые смотрят на договоряющую Москву, как бы, понимаешь? То есть, вот это все не может быть в сценарии. Почему? Потому что, ну, ты это не... Ну, короче, как бы, это очевидная, да, достаточно такая вещь, но на удивление неочевидная большинству людей, которые начинают. Это очень странно. Ну, надо соизмерять свою фантазию с возможностями, понимаешь? И, как бы, а это приходит только с опытом. То есть, условно говоря... Ну, я тебя, извиня, перебью, я не сценарист, но даже я это понимаю. Ну, то есть, как бы, что... Вот лично прошел первый шаг, как бы. Да, Жуков стоит, на него движутся танки, да. А он говорит... Нет, только если ты фильм про Жукова, поливаешь, и про танки, как бы, вот. Но я к тому, что... Понимаешь? То есть, для меня идеальный сценарист, человек, который уже, вот, когда он замысливает проект, он уже видит, кто там будет играть, даже если не те, кто будет играть в итоге. Но он понимает, что этот человек может там, да, то есть, и по этой роли, то есть, это вообще хорошо держать. Я почти сейчас все свои проекты, которые пишу, я держу конкретных актеров. Многих я знаю, я под них уже конкретно пишу, то есть, по своих последних проектах. Я просто знал, что вот у меня будет играть этот, я ему позвоню, говорю, там, Саша, у тебя есть роль, там, типа, все. Знаешь, вы в сериале, как бы, вот. И поэтому мне часто одни и те же актеры, например, разных проектов, потому что я их знаю, я знаю, что... Так вот почему одни и те же актеры... Вот кто... Сценаристы виноваты! Это того же, но в принципе мало, как всех остальных, у нас мало хороших актеров. Все, вот Козловский-то откуда? Это все сценарист, сценарист его... Козловский на другой случай, его как раз сейчас сложно заполучить, скажем так. Сейчас у нас Полей пошел. Или как его? Петров, в смысле, это Полей... Ну, я просто не смотрю, я не смотрю это все... Петров, да, Петров, да. Петров пошел, очень, очень хорошо пошел. Кто этот сценарист, который его... Ну, кстати, вот тоже, это к вопросу. У нас публика очень любит, знаешь, сначала создать... А почему, непонятно, кто создает? Вот они говорят, ну, как будто публика не имеет отношения к созданию этих кумиров. Они как бы... Опять этот? Опять этот, как бы, а кто пошел на эти фильмы, как бы, да? То есть, кто кликнул на это лицо, что называется, как бы, понимаешь? То есть, типа, они сначала его создают, а потом собираются все и сжигают, как бы, на глазах, как бы, под мучительные крики, как бы, да, есть, это типа... Ты посмотри, у нас это было со всеми, то есть, у нас это было... Началось безруковым. Безруков просто... И вот так травмировали, что он почти, там, 10 лет не снимался в кино. Потому что ему безруков, вот этот, безруков везде. Ну, то есть, мем практически, до мемов еще. Безруков везде, безруков потом снимается. Значит, потом он с Козловски везде, сейчас Петров везде. Ну, ты понимаешь, да, то есть, это... Начинать складывать ощущение, что не с ним, на самом деле, проблема. Ну, то есть, проблема в том, что, правда, у нас очень мало по-настоящему крутых... Не то, что даже крутых, а крутых актеров у нас много. Но просто требования к звезде условно-киношной немножко больше, чем просто к крутому актеру. То есть, это должен и крутой актер, и чувак, который ты можешь на постере представить. И при этом это все должно быть в разных возрастных категориях. То есть, есть категория, знаешь, до 25, звезды до 25, потом звезды до 35, звезды до 45, звезды до 55, как бы, да? То есть, условно, в каждой из них должно быть, там, десяток хороших актеров, которые, ну, как и есть в Голливуде, например, да? У нас просто тупо меньше гораздо вот этот пул людей... Почему? У нас же кто его хуча всех этих там... Нет, я к тому... Опять же, это та вещь, которая меняется. Опять же, вот смотри, мы сейчас сняли фильм. Вот у нас там снимается несколько актеров, который убежден, там, в «Серебряных коньках», убежден, звезды. Ну, то есть, один уже точно звезда, уже у меня там сомнений нет, он уже снимается... Это следующий Петров, условно говоря, вот. Но это просто очень хороший артист, на самом деле, с очень серьезным отношением к профессии и так далее. Там, кстати, не один такой, там несколько таких актеров. Плюс мы, например, у нас была задача найти двух молодых актеров, дебютантов, по сути. Они и есть дебютанты, это их первая роль в обоих. А вот, и мы посмотрели сотни, мы реально посмотрели буквально сотни людей. В какой-то момент было отчаяние, было ощущение, что невозможно, то есть вот... А ты участвуешь, как тепло, мухи полетели, да. Я уже чувствую комментарии, на что мы летели. Да-да-да, давайте, ребята, давайте вот это вот. Это будет так неожиданно, поворотный момент в нашем интервью. А мухи-то не зря вокруг него кружатся, чувствуют. Ты участвуешь в кастингах? Ну смотри, да я участвую в кастингах, в каких-то проектах больше, в каких-то меньше. В каких-то просто консультативно, скажем так, в каких-то я сразу говорю, вот, мне кажется, надо вопросить. Это зависит от твоих отношений с режиссером, с продюсерами и так далее. С тем продюсером, с которым мы в каких-то доброжелательных партнерских отношениях. Ну и люди разумные, которые понимают, что лучше брать идеи от всех. И руководствуются принципом, что лучшая идея просто должна побеждать, а не кто ее высказал, как бы, да. Вот, но, понимаешь, сейчас я просто, вот, в новых проектах, там, сериальных, я, например, продюсер, или, там, как сейчас говорят, шоураннер. То есть я руковожу процесс, поэтому это фактически от меня-то и идет, ну, в случае с сериалами. То есть я, по сути, обладаю властью некой, больше, чем, ну, больше, чем сценарист, разумеется, который, как правило, вообще не обладает никакой властью на принятие решения. Но в каких-то ситуациях больше, там, чем режиссер, например, да. Но это зависит от проекта. Вот, а в фильмах немножко по-другому. Там все-таки, конечно, роль режиссера гораздо выше, ну, точнее, то, что гораздо выше. Это, я немножко оговорился, не то, что это, там, на сериалах у режиссера не та роль. Не-не-нет, та роль, просто там есть еще один человек, который отвечает за весь процесс, его начинал, там, и так далее. В случае с фильмами, ну, на каких-то проектах сейчас, да, у меня есть такой статус, условно говоря, где я могу как-то влиять, и со мной консультируется, и по монтажу, и по всем процессам. Когда ты как сценарист, когда ты смотришь на актера, да, ну, просто я, например, у меня были более утилитарные мелкие задачи, там, выбрать, например, модель на обложку журнала, я работал в Москву, и у меня заболел редиректор, мне пришлось, я был главным редактором, лучше самому этим заниматься. Я выбрал в итоге некую девушку Юлию Снегирь, оказывается, просто, ну, тогда она еще была, никто издавать никак, ну, просто именно потому, что она была актрисой, она могла посмотреть в камеру так, как мне это было надо. Я пересмотрел там, кстати, где-то здесь был кассир, недалеко, 100 этих моделей, они все приходили, просто, они были как бы все разные, на самом деле все были одинаковые тупые коровы, ну, я что, мне, слава богу, карьеру сценариста не делать, поэтому могу расслабиться. Вот ты, когда смотришь на актеров, по каким критериям ты их оцениваешь, что, ну, вот этот, в принципе, да, вот этот человек прямо... Да нет, слушай, это, собственно, и процесс-то кастинга, это оно и есть, то есть ты просто смотришь пробу, и все понятно, в общем. Ну, то есть, когда, понимаешь, ты можешь смотреть, вот, у меня там был проект, он не случился, но мы тоже очень долго искали, и, знаешь, часто бывает, что одних актеров ты ищешь очень долго, вот, например, там, на сериале «Эпидемия», актеры, кто-то на мальчика играл, опять же, мы искали до последнего, чуть ли не за несколько дней до съемки, утвердили, ну, то есть, потому что там сложная задача, надо аутиста играть, это практически никто не умеет делать, очень сложно, чтобы это не было нелепо или еще как-то, и вот там, ну, просто веришь-не веришь, условно, Станиславский, да, там работает-не работает, а какие-то актеры, вот, приходит первый же человек на кастинг, ты сразу говоришь, ну, вот, это он, вот, у нас такие-то там тоже было, ну, особенно, когда ты уже изначально зовешь не просто так человека, ты знаешь, что есть вероятность, что он попадет, как бы, да, вот, ну, смотришь их по другим работам, смотришь, в принципе, но потом ты, когда видишь, вот смотри, вот эта магия, даже удивительно, вот так вот мы могли бы сейчас с тобой снять, вот, как обычно снимается, вот в таких вот помещениях приблизительно кастинги-то и делаются, собственно, здесь у нас обычно-то они проходят, и ты просто смотришь, вот мертвый текст, и вот живой текст, понимаешь, изменился, просто вот другой человек, появился и заработал, и вот он понимает, как, и это, на самом деле, счастье самое большое, то есть невероятный прям приход, как бы, когда ты смотришь, вот тебе 80 человек посмотрел и уже разочаровался во всем проекте, во всем думаешь, что ну все, значит, это, и потом приходит человек, и он, ты по его, потому, как он это делает, ты понимаешь, что он понимает суть этого текста, а есть много актеров, которые произносят, приходят и как дикторы на телевидении произносят этот текст, они реально не понимают, о чем они говорят. — Они же этому учат. — Слушай, ну, их этому учат, разумеется, но их учат немножко, их учат техники, их не учат уму, так бы, понимаешь, а тут техника должна совпасть с умом все-таки, потому что, знаешь, вот у Константина Богомолова есть этот заход такой, телега, это про то, что, я не говорю, что я с ним полностью согласен или полностью не согласен, я просто озвучиваю, как бы, что мне говорят, что, в принципе, ну, это советская такая система, в которой актеры стали новыми, ну, как бы, новой, скажем так, культурной элитой, то есть до этого это были там, во многом, писатели, мыслители и так далее, действительно интеллектуалы, как бы, а потом их заменили на актеров, потому что актеры очень, так скажем так, ну, ну, да, популярные, они очень популярные у людей, но при этом управляемые во многом, причем не обязательно там просто деньгами или властью, а часто просто эго, там, как бы, слава, ну, то есть какими-то такими вещами, и вот он говорит, что, в принципе, актеры многие, это как спортсмены, вот, то есть, ну, а об индивидуальном уровне спортсменов уже особо не, как бы, ну, то есть есть куча стереотипов, это, кстати, не к тому, что есть при этом среди, как среди спортсменов, я уверен, а так среди актеров... Вы только не подумайте, на самом деле, и среди спортсменов, и среди актеров... Тем более ценно, понимаешь, ты, когда ты видишь на фоне, как бы, общего уровня, вдруг человека, который, а их много, ну, то есть ты актера видишь, и ты понимаешь, что это прям глубокий, серьезный человек, который размышляет, потому что очень многие, например, актеры ходят, вот в этом, кстати, проявляется, ходят, я не знаю, почему так много про актеров, но ходят на кастинге не на свои роли, то есть вот он пришел, он играет... Ну, потом возьми как-то, а зачем, это же вообще не ты, не тебе, ну, как бы, как, я пришел, и вот для меня здесь... То есть ты пришел, то есть если тебя утвердят, это будет плохо ведь, на самом деле, да, то есть ничего... Ну, я понимаю, что, ну, как бы, всем надо жить, всем надо работать и как бы и так далее, и понятно, но если мы говорим про катеруи людям, которым не надо выживать, как бы, да, актерам, которые... Актеры неплохо зарабатывают, на самом деле, ну, кто снимается активно и кто пользуется успехом, Им не надо во всем сниматься, на самом деле. И вот это у нас очень мало кто умеет. Потому что очень мало у кого есть, например, агент хороший, который подскажет, вот в этом не надо сниматься. Это, очевидно, говнище будет. Тебе не нужно туда идти. Ты испортишь себе, ну, подпортишь, скажем так, себе карьеру. А вот это, вот это интересно. Это какой-нибудь начинающий, но очень перспективный режиссер. Вот посмотри сюда, и сценарий хороший. Потому что актеры часто не могут понять по сценарию классный сценарий. Даже не то, что выставить, вообще это хорошая история. Потому что, смотри, если в сценарии вдруг ему скажут, что у тебя одна нога, глаза нет, и ты еще, как бы, там, я не знаю, будешь орать много, походу, они говорят, замечательная роль. То есть они оценивают немножко по другим критериям. Они оценивают... Ну, как они могут перевоплотиться? Как они могут перевоплотиться? Я часто им говорю, что... Ну, не им. Часто мы говорим о том, что... Зачем брать... То есть у них задача сыграть то, что никогда не играл, например. А я говорю, наоборот, сыграет то, что у тебя получается. Просто самый лучший вариант того, что у тебя получается. Понимаешь? То есть там, типа, Евсигнеев, профессор Преброженский. Вот, понимаешь? Вот, типа, ну, Евсигнеев вообще мог все сыграть. Но, условно говоря, есть актеры, которые все-таки есть амплуа какой-то. Но они из кожи вон лезут, чтобы сказать, что-то вообще принципиально другое. Там, где они прям пыжатся, и ты видишь, как они натягивают на себя эту роль. Она трещит там по швам. Ну, вот это так классно, что я так перевоплотился. За это тоже не дают отдельных статуэток, знаешь. Хотя, вообще, некоторым дают, на самом деле. Но смысл в том, что часто это не значит, что это хорошая роль, часто не значит хорошее кино. Понимаешь? Вот это и парадокс, который многие не осознают до конца. Вернемся все-таки на платформу. Как создается сценарий? Как создается сценарий? Ну, не-не-не, не надо там рассказывать. Ну, этапно. Но в твоем случае. Например, вот именно берем, например, сериал. Чтобы более конкретный был разговор. Да, потому что я так понимаю, что там есть идея, команда, тра-ля-ля. Вот просто расскажи буквально про этапы. Ну, наверное, про сериал. Потому что сериал достаточно отличается от кино, как создается и так далее. Ну, вообще, начинается все с двух моментов. Либо тебе глобально предлагают проект, либо ты предлагаешь проект. Вот это главная развилка. И от этого зависит, как это все делается. То есть, условно говоря, если тебе предлагают что-то, это люди уже изначально хотят. И это как бы быстрее запускается. Понимаешь? Поэтому они что-то хотят, они ищут. У них уже есть возможность, например, это сделать, заказать сценарий. И часто, ну, придокс в том, что часто, например, это бредовые идеи. Ну, то есть, тебе предлагают бред, как бы, да? И твоя задача здесь, как сценариста, вот, давай, попытаться с этим бредом как-то сработать. Ну, как бы, и как-то превратить его во что-то уже, там, в полубред. Или вообще не в бред, уже что-то, что-то достаточно. И вот задача здесь разобраться, сможешь ты это сделать, что здесь есть, как бы, какое-то зерно, в которое можно это все развить. Или вообще у тебя есть видение этого, да? Или ты просто будешь кивать, записывать за продюсером. И так у нас, к сожалению, происходит очень большое количество проектов, когда они начинаются с бредовой идеи, которая потихонечку, как бы, во что-то, годами, там, месяцами во что-то начинает мутировать. Куча людей участвует, но это такой Франкенштейн, где ручка, там, одного, значит, там, ножка другая, значит, головы вообще нет, там, типа, здесь решили так. Потом не поняли продюсера, сделали вообще это, как бы, и в итоге вот выходят вот эти вот проекты, которые ты, я прям сразу вижу, как они вот создавались, как бы, в каких странных муках это все делалось. Либо ты сразу, я вот в этом смысле, у меня, слава богу, был такой принцип со начала, я как-то мог себе его позволить. Просто потому что, ну, ну, как-то вот выбрал такую модель, что я, как бы, сразу говорю, вот, что я могу сделать, и что я не могу сделать, да, то есть я не могу вот сделать это, как бы, да, я не могу сделать. Или я сразу продюсерам говорил, не, ну, это, ну, не то, что фигня, я, видишь, я человек достаточно деликатный, я, как бы, но последовательно я говорил, что нет, ну, понимаете, мне кажется, это не работает. Вот, понимаете, да, это не работает. И ты знаешь, как потом оказалось, что продюсторы первый раз вообще это слышали от сценариста, то есть типа, в смысле, мне всегда говорили, что у меня, знаешь, это как чувство юмора у президента, да, он уверен, что у него очень хорошее чувство юмора, потому что все смеются над его шутками, как бы всегда, вот, так вот, здесь тоже, знаешь, типа, все мне всегда говорили, что гениально, потрясающе, как бы, и так далее, и они вдруг удивлены. И, парадоксальным образом, честно, она начала работать, потому что они вдруг видят, такие, так, интересный парень, как бы, да, там, типа, он, значит, он денег хочет меньше, чем, знаешь, то есть у них сразу начинает срабатывать вот это вот, вот, соответственно, если ты хочешь какую-то идею, ты ее вынашил и так далее, вот убедить людей это сделать, это очень-очень-очень сложно, поэтому часто гораздо проще согласиться на чью-то идею, чем убедить делать свою, понимаешь, какая бы она там ни была, вот, ну, дальше, условно говоря, вы пошли этот этап, ну, дальше ты начинаешь, там, сам сценарий, это, как бы, финальный текст, на его этапе, для того, чтобы он появился, есть еще куча других текстов, синопсисов, заявок, синопсисов, тритментов, тритментов, расширенный такой текст, где вообще все, весь сценарий без, ну, или по эпизодной планы, его еще можно назвать, без диалогов, или с кусочками диалогов, но без, не в сценарной форме, но там уже весь, вся структура, и вообще все, все происходящее, и вот ты пишешь эти тексты, утверждаешь их, там, у продюсеров, там, у, потом, подключается режиссер, вы вместе, ну, на разных этапах, иногда, подключается уже, когда все написано, а иногда это хорошо, как правило, это плохо, вот, потому что, как правило, писалось одно, снимается другое, и, в общем, это, то есть, извиняюсь, я перебью, а вот, я не знаю, как в нашей практике, я не очень слежу сейчас вообще за нашими сериалами, но вот, в зарубежной практике, я постоянно это вижу, что выходит сериал, все, все серии написаны разными режиссерами. Да, да, сценаристами, то есть, все серии, да, сценаристами. Нет, кстати, в американской практике часто очень сняты разными режиссерами, да, да, это обычное там дело, вот, потому что обычно, вот, классическая модель голливудская, которая у нас в таком, в каком-то полу, скажем так, в полупереваренном ключе воспроизводится, а что вот именно в сериале, еще раз подчеркиваю, это именно касается сериалов, существует вот эта фигура шоураннера, то есть, человека, который, как правило, придумал эту идею, или ее начал делать, или ему дали там произведение, там, по которому сделать, да, там, вот, и он начал собирать команду, то есть, как правило, сериал пишется все-таки командами сценаристов, но под управлением, как бы, главного сценариста, который, как правило, ну, вот у меня вот так вот сейчас было тоже, например, когда ты пишешь, там, наукционная первую серию, или, там, первую-вторую серию, продаешь этот проект, вы снимаете пилот, да, вот важно еще понимать, да, в сериалах, но это, опять же, уже к сценарию чуть меньше относится, ну, хотя тоже, когда ты пишешь первую серию, это не просто сценарий первой серии, это сценарий пилота, то есть, он должен быть снят, и потом одобрен для дальнейшего производства часто бывает что снимают и потом все проекта заканчивается на этом поэтому как бы у тебя задача первой серии самое сложное самое долгое те надо сделать такую вещь которую сначала убедит их снять пилот потратить деньги уже на это да то есть там типа часть бюджета уже от всего проекта а потом значит принять на основе решения дальше это все делать просто у нас лучше надо понимать в голливуде всегда так было ну практически всегда и только сериал там какой карточный домик он изменил эту схему потому что взяли они дают ну а мы с ним сразу сезон а у нас как раз наоборот у нас как раз там первый курс он где там первый второй канал всегда заказывали сразу это кстати тоже показатель почему у нас например не очень хорошие некоторые проекты потому что если тебя сразу заказали весь весь сезон то ты не у тебя нет возможности что-то исправить по ходу то есть а пилоты наперся снимается для того чтобы понять вы кастинг работает а история вообще работает оператор хорошо снимает а и ты можешь заменить то есть ты можешь поменять а какие-то вещи сделать проект лучше если заказал уже целиком то ты уже увидел это целиком и если там чуть не работают она уже и не работает и не будет работать понимаешь то есть если актер не попал его другого актер уже там не будет вот и так далее поэтому ну важно понимать просто что в сериалах это очень долгий процесс сценарий то что сценарий самого начала вот и это очень-очень долго по что и сначала пишешь в лигу первую серию надо это все сделать потом весь остальной сериал потом в общем это все очень 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 долго происходит как правило то есть минимум два там года например 34 иногда я иногда шесть лет например на проектом работал наберем 6-7 лет мы работали ну там есть пауза естественно где-то становится на год но тем не менее процесс какой-то найдет шесть лет это ты прям ветеран ну слушай ну а там просто часто чем например было раньше ситуация что ты начал с одним каналом например делать потом там чуть сменилось руководство или что-то и там и мы взяли там унесли это на другой канал наш этот сериал путешествия по всем каналам а в итоге оказался не на канале на платформе интернет понимаешь вот это вот за все эти годы просто потому что ну слушай это все очень по-разному у каждого проекта своя история появления хорошо а ну я конечно не знаю ответишь на вопрос или нет а вот у тебя есть какая-то там мечта вот написать такой сценарий вот прям вот на такую историю или вот чтобы мол такой или сикой вот да не ну слушай мими мечт очень много то есть и и это то что называется она по-английски dream project да то есть проект мечты типа да и пакетов мечте у меня уже не один как бы да то есть они закопились эти годы вот просто сейчас это как бы ты понимаешь что надо сделать для того чтобы это произошло то есть например с нами даже написаны которые надо просто сложить правильные обстоятельства чтобы не прошли но у меня просто глобальная мечта а и в общем то вот на проектах вот этих по их последних мне кажется она в принципе уже реализуется про то чтобы просто делать то что на этом блокбастер из здорового человека то есть сделать кино популярным что я не хочу снимать кино для очень узкой или до себя для маленькой-маленькой буржуазно-амебной прослойки понимаешь то есть типа для маленьких и я считаю что если ты делаешь что-то новая идея в том чтобы как можно больше людей это смотрела и то есть тогда ты может что-то там повлиять на что-то на их на их мысли на их жизни там наверное вообще на просто даже не на это на то чтобы как можно больше людей хорошо провели время например просто тупо в кинотеатре понимаешь а вот или дома за экраном а вот поэтому идея в том что есть вот этот еще один но не миф даже это просто уже сложившееся мнение что ну русское кино говно как бы да но его не может быть это все люди которых мы называем там киноделы и так далее просто хочется немножко не то опровергнуть это это получение программе 6 и такие такие всегда будет там как бы плохой кино она никуда не денется то есть не не может быть какой-то утопический социалист который не будет снимать плохое кино как бы будет только хорошая вот ну просто значит хочется чтобы появлялись фильмы которые реально люди блин как бы они пошли все семьи и получили большое удовольствие и я поэтому на самом деле свои там последние проекты пишу и держу на голову эту свою маму я думаю вот мне такой тест мамы это вот мама поймет мои понравится то что для мама до меня вот это вот общая как бы аудитория условно для самая максимально который могу себе представить для этого проекта мама мне там не академик там или не что вот но просто я говорю вот если если для нее это и тронет как бы то значит я что-то правильно делаю как понимаешь ну то есть условно хочется делать вещи которые коннектятся с людьми на эмоциональном уровне на вообще то есть вы какой то как что-то им дают на самом деле вот что хочется а это правда что ты вот революционную тему-то в коньки ставил посмотрев посмотрев кое-чего из моих выпусков в том числе слушание но это как бы общая идея того что я просто ну то есть у фильма есть некая философия а она кстати вот она кстати подходит ко многим проектам которые делаю философия вот чем заключается что я вот это кстати если немножко общая сейчас поговорим про это все что типа вот сейчас намечилась как во всем обществе и не только у нас вот эта тенденция да там разделить всех то типа вот есть у нас правый взгляд там основная там есть левый взгляд да типа и вот они там встречают они как бы никогда не сойдутся они вместе и так далее значит мне всегда как-то внутренне я где-то поддерживал одно где-то другое всегда было сложно что мне загнать загнаться полностью в категории пошли как только не этом да да а потом нет стива не-не-не-не-не вот это я уже не вот и в этом смысле и то же самое про истории то есть условно ты снимаешь ли про любой событий по революцию или про что-то ты должен дать какой-то и вот у нас был советский взгляд как бы да все эти все то время вот условно вот тут тот же фильм про декабристов вот у нас был сформированный культ декабристов советский да типа с названием улиц там с определенным там вот этот вот фильмом я забыл как он назывался на общем известный фильм звезда пленительного справиться правильно звена звезда пленительного счастья и вообще а с другой сейчас вот нам дадут другую я так понимаю идеологическую как бы а мне хочется вот и что я пытался включить сценарий вот ситуация перед революцией условно года где есть разные страты общества есть это есть я хотел так как это показать чтобы мы всех как-то поняли то есть мы поняли и этих и тех чтобы не строили сразу что у нас только взгляд вот этот условно там как что-либо значит хруст французской булки либо у нас значит пришли чекисты всех расстреляли вот то есть как бы как же нам сделать так жить надо все равно на стороне в которой мы каким-то образом должны это противоречие между собой но это очень неудобно для определенной части аудитории потому что они в этом видят как бы сервилизм такое вот сервильность вот попытку си как метал часто пишут ты все-таки определись ты за кого за кого вот и от переделись пересут и такой мутный вот и такой мутный сука ты определись ты все-таки за кого я иначе я за людей за нормальных вообще людей адекватных меняем их вот я не хочу знаешь хочется анализировать свое прошлое и в художественном ключе но не хочется делать это сразу со встроенных идеологических позиций понимаешь то есть типа вот это значит левый взгляд на значит стою или правый взгляд рида ли хочется попытаться как-то это увидеть действительно вот есть эта знаменитая книжка на на левацкой финсе но считается хорин по автор история людей типа да то есть она история с сша я забыл сейчас название но смысл в том что эта история соединенных штатов не от как бы президентов условно говоря или элит как бы эта история как а что с людьми происходило как бы да в этот момент а вот по-моему кстати пыжиков тоже какой-то момент говорил это со спадет немножко с его как бы взглядом как он историю видит что это история как бы народа прежде всего а уж не они только маленькой маленькой прослойки значит который принято считать как бы вершителями исторического процесса там и так далее вот поэтому тебе просто у нас так много нас такая богатая в этом смысле такой материал ну в том что например я пытаюсь снимать истории которые говорят про сегодняшний день но через что-то другое то есть типа снимать там услуга ты снимаешь про 19 век на самом деле снимаешь потому что сейчас или уж напрямую очень сложно не в плане даже там идеологии или там цензур и так далее а сложно то что и на самом ты сам до конца не понимаешь что происходит как ты в моменте лишь на эти вещи можно взглянуть уже не нужно немножко с дистанции как бы да и я и к тому же мы прикол в том что мы знаем что было потом когда ты снимаешь по 16 год и знаешь что случилось семнадцатом и понятие все приобретает сразу так что называется драматическая ирония что только только говорит ах встретимся семнадцатом или там тридцать седьмой у нас конечно типа ты седьмой мой тридцать седьмой назови так фильм и сразу давишь люди ты же меня ждать сразу люди так это о чем ну мы понимаем о чем это правильно как бы и так далее а сейчас мы не знаем 2019 год он что вообще он будет знать если через год произойдет и не знаю что-то понимаешь или и поэтому мы на самом деле не знаем что будет и от этого на самом деле меняется как мы а кино она такой же такая вещь пока ты это снимаешь уже все изменилось то есть это что-то супер актуальное пытаешься снять ты на самом никогда не поспеешь за за тем что происходит поэтому лучше с ним на мой взгляд лучше снимать про что-то что уже как бы есть но где ты можешь проследить связь с нынешними время про вечную россию слова то есть про вещи которые я не меняются в каком-то смысле прекрасный финал нашей замечательной беседы я уже да я уже предвижу определенные определенные сценарии вот там внизу которые будут писаться более краткие конечно но что эти могу сказать романа успеха в твоем нелегком деле да мы обязательно организуем фонд по спасению продюсеров до занесенных красную книгу сейчас вас по традиции ждет небольшой анонс от меня напоминаю что 27 января мы едем в город париж 9 марта мы едем в город берлин 3 5 января тур по петербургу и точно такой же тур будет повторен на майских праздниках соответственно если у вас есть к этому интерес пишите мне все данные есть в описании под этим видео в москве под занавес новогодних праздников 8 января я проведу экскурсию по пятницкой улице меня давно просят погулять на новогодних праздниках ну вот попробуем посмотрим что из этого получится ссылка на все это как вы понимаете есть в описании под этим видео ну а на этом все оставляйте комментарии там пишите может быть вопросы ваши какие-то если они будут интересны вот на какие-то там либо рада ответим да вполне ну и увидимся на просторах интернета и также вне его пока